ютаб активно замедляют и чтобы меня не терять подписывайся на мой телеграм-канал где пишу по поводу своего контента а также подписывайся на мой твич где я сейчас веду стримы приятного просмотра приветствую вас друзья давно на ютабе не было разоблачений качественных обзоров ситуации конфликтов а также скандалов произошедших в интернете именно для этого я здесь своей собственной скромной персоной из комментариев под последним подобным роликом я поняла что вам очень понравилось разоблачение на брайна и других блогеров и стримеров поэтому пора обнажить скрытые мотивы и других интернет-целебрити и вывести их на чистую воду ну что ж давайте начнем так первый по счету у нас мистер бист с приходом его популярности люди стали все чаще и чаще снимать про него разоблачения а также раскручивать скандалы связанные с ним и его командой подобный скандал был по поводу того что один из членов его команды является pdf файлом что если я скажу вам что и сам мистер бист не без греха причем греха такого очевидного что все это время он лежал буквально на поверхности вы никогда не замечали как часто в монтаже и в роликах у него происходит взрывы пожары и так далее все потому что мистер бист пироман я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила вы скажете это что шутка нельзя так шутить я согласен это правда да он помешан на взрывах он готов сравнять все с землей только ради просмотров и лайков но больше всего ради своего пироманского интереса он счастлив наблюдать за тем как взрываются машины которые люди так хотели вы скажете все для контента такой контент нет такой пироман что вы скажете если следующими на его очереди будут не машины а люди вы можете сказать что мистер бист сделал много чего хорошего да этого нельзя исключать но сколько всего мистер бист взорвал только подумайте мистер бист настолько пироман и опасный элемент что взорвал жопы веганов его боятся члены его команды а он хохочет им в лицо все потому что он пироман только подумайте даже в конце своих роликов он взрывает на монтаже свою команду что это значит это явный намек поэтому ребята опасайтесь запасайтесь закусками и ни в коем случае смотрите и помните не сотворите себе кумира да не взорваны будете итак следующий сейчас собираюсь на прогулку надо прихорошиться поэтому пока обсужу с вами инфоповоды винди 31 до слышала про него разоблачение которое обсосали все кто только можно там много тезисов которые раскрывали винди с якобы негативной стороны например то что он оказывается pdf файл переписки аргументы конечно же слабые с таким же успехом можно было бы сказать а знаете почему винди раньше снимал теории по фнафу потому что там роботы и они животные а в роботах животных простите меня кто правильно дети я полагаю что души детей которыми одержимы эти аниматроники заставляют их игнорировать систему и идти на игрока винди сам говорил об этом своих фнаф теориях поэтому винди полюбил фнаф потому что он любит фури детей все очевидно посмотрите на ее формы и какая большая задница такими формами мне кажется ее можно было бы и в детский магазин отправить а во взрослый магазин но вы знаете сделать пару дополнительных дырочек у нее нужных местах и все местные извращенцы будут рады этому новому аспекту интерьера души детей которыми одержимы эти аниматроники записывайте конспектируйте это ведь разоблачение буквально на том же уровне но почему-то они до этого не додумались макияжик вообще очень хорошо получается я как будто бонни из фнафа ребят если хотите на какую-то косплей вечеринку спросите прежде всего у меня не умею краситься вообще ну то есть как вы поняли вот то разоблачение которое нашумело в интернете летом это полная шелуха сейчас у меня будут реальные факты про винди вам очень повезло и про фнаф я кстати сказала не случайно на самом деле до меня об этом еще никто не говорил я первая но факт остается фактом винди уже давно не снимает ролики на этап а все почему потому что он нейросеть которую он сам написал сгенерировал себя чтобы заниматься геймдевом потому что в блогерстве он разочаровался а нейросеть это записано на основе модели поведения самого винди марк плеера и купленова это же очевидно буквально при первом взгляде заметно сходство между этими тремя летсплей щеками вы никогда например не замечали что у него не меняется лицо на превьюшках уже несколько лет все это потому что создать сгенерировать свою собственную нейросеть это тяжелый процесс без багов не обойтись а у винди слабое место это превьюшечки превьюшечка 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 не ну я серьезно как святой яковлевой буквально ну да что сказать такие вот бьюти блоги почему все же винди ушел из видеоблогинга и написал свою собственную нейросеть которая сейчас за него выкладывает летсплей на его канале как я уже сказала это банальное выгорание то есть он разочаровался видеоблогинге и поэтому решил написать свою нейросеть ну и к тому же винди нашел себя в программировании это уже проклевывалось когда он играл во фнаф и программировал аниматроников на последней ночи да именно тогда ему в голову пришел проект по генерации характера личности поэтому верьте мне здесь только факты и отличный макияж чем же занимается винди сейчас делает игры естественно причем не те которые анонсирует сам это так сказать прикрытие потому что на самом деле винди сделал ту самую игру смута вы скажете как же так его же нет списке разработчиков ты же явно лжешь винди же любит всякие теории разгадки поэтому в этот раз он дал нам возможность разгадать ее самостоятельно и мне как в прошлом фанатке его теории по фнафу было интересно полностью разобраться в чем же дело и когда я читала описание игры кое-что так сказать меня смутило а именно на какой платформе выпущенная игра это windows вам ничего это не напоминает windows виде ну это же очевиднейшая отсылка мы были слепы до сегодняшнего дня но теперь мы все понимаем понимаем почему персонажи лагали потому что винди несмотря на то что он всячески улучшает свою нейросеть лаги все равно остаются можете кстати после этого называть меня новой принцессой в плане теории я я все пойму и приму но теории теориями а пора наконец увидеть конечный результат моего макияжа ёб твою мать блять так ничего же не изменилось даже зачем я вообще красилась только зря косметику перевела наша подробная жизнь бывает сложно хайп чем я бойко можешь так у тебя же хобби стоунинг короче придумала тему называется хобби стоунинг притворяемся все камнями и и воршивцы ну камнем я бы не хотела быть потому что камню скучно еще его пинают машины по нему проезжаются срут птицы на него когда выбора сила короче объясняю для братишек квадроберов во время выступлениями и бойкин сцену вывели потерявшуюся в толпе девочку ими я решил позадавать такие вопросы сейчас многие возмущаются что она поступила неправильно задавая такие вопросы девочки и так в уязвимом положении на сцене и вполне справедливо обвиняют на убойку в том что она спровоцировала дальнейшую травлю или шутейки от верстников над этой девочкой что я могу сказать по этому поводу произошло это не просто так многие из вас знают а может и немногие что не бойко раньше говорил о том что ее батя не только менты депутат но и сморфик а еще что она русалка почему синий цвет почему ты родилась синим а с зеленым ну понимаешь когда мама мной забеременела у нее в животе произошли какие-то а сбои потому что она встретилась со сморфиками и подружилась с ними в деревне и после этого я родилась синими волосами просто властители воды чуть не начали восстание на суше из-за раскрытия тайны имея поэтому все переводит в шутку отталкиваясь от лора гномов и рыцарей можно сказать что у салок собрать не давно вражда тавианы квадрогера это кто так вот тавианы это кто это те кто чувствует звериное начало внутри то есть выбрать правильно конфликты раскрыть империи почему до этого до сих пор никто не догадался потому что но очевидно же было что мне на сцене просто вспомнила молодостью не ну как бы агрессия зубы скрипят при виде потенциального врага вот она и наехала на девочку чтобы защите свою русалую честь все просто конфликты раскрыт это просто вражда древние между русалками и оборотнями ну нам людям не понять растение успокойтесь но если серьезными несмотря на обилие твоих оправданий и шутеек ты жутко обосралась даже учитывая что многие люди сейчас за тебя а ты и дальше занимайся своим хобби стоунингом если тебе это кажется смешным а мы с ребятами пошли скакать по полям нам весело между прочим всем пиз квадрогера вперед итак я выбралась из леса и готова продолжать пора перейти к разоблачению и разбору самой долгожданной вами персоны в интернете елена завидовать она же косплеерша она же кощей она же ощущать сейчас я катком прокачусь по ней и меня вовсе не пугает что потом в своем телеграм-канале она обматерит меня знаете ребят что меня больше всего выносит ебаные обзорщики а также пожалуется на мой видос только что мне позвонил муж елена завидовая его аргументы показались мне вполне доходчивыми но я все равно продолжаю во первых поведение и отыгрыш елена завидовой прекрасны это просто восхищение какое-то и это мы еще не переходили к юб сериала которая просто изобилует мыслом причем учитывая что вдохновением для одного из этих сериалов послужили русские народные сказки я могу сказать что ты прославляешь фольклор исключительно своим существованием это круто и всем реально интересно наблюдать за тем как герои из нашего детства друг с другом переспали это же просто великолепно я надеюсь что это смотрят все отдельное наслаждение это отыгрыш ее мужа ты мне зубы не заговаривай вот же она стоп а где а где она как вы сами-то не понимаете что это просто полное восхищение пригласить мужа играть в своих сериалах будет хорошей идеей я ее полностью поддерживаю ведь единственная его функция на съемочной площадке быть актером он не играет он живет если честно я понимаю за что ты обиделась и обвинила в зависти соню хромову лицемерные ебаные обзорщики которые не могут блять придумать из своей башки какой-то интересный контент они могут только строить свой контент на чужом контенте обзирая других людей потому что она не права насколько кринжовые и сальные видосы вы выпускаете с целью привлечь внимание маленьких девочек к отношениям в стиле аниме или дорамы вот после просмотра твоих сериалов я сони хромовой как обзорщик хочу пожелать только не отсвечивать а еще лучше быть одной из ножек штатива ты берешь работу и если ты видишь в ней присутствие некоторого кринжа если ты видишь мне какие-то несостыковки если это забавно ты говоришь об этом это же просто кринж кто такое вообще смотрит надеюсь вы услышали меня хочу пожелать только удачи и продолжайте ну это конечно был жесткий разбор и я надеюсь что все будет со мной в порядке ну а на этом моменте мой обличающий ролик подходит концу ставьте лайки подписывайтесь на мой канал здесь только правдивые факты и конечно же оставляйте комментарии что нового вы узнали о своих любимых блогеров ну и конечно же подписывайтесь на мой твич там я тоже разоблачаю людей на мой телеграм-канал там я тоже разоблачаю не только людей и на остальные площадки где я также выкладываю контент где разоблачаю только людей и хоть сейчас я с вами прощаюсь мне еще много есть чего рассказать о других блогерах и стримерах ждите всем пока